И всем привет! С вами Капитан Очевидность Бриз, и сегодня мы опять же будем разговаривать о самых банальных, простых вещах, до которых по идее может догадаться самый обычный человек, но из-за того, что он не напрягается, эти мысли до него просто не доходят. И не надо на меня обижаться, вообще-то я шучу. И при этом мы сегодня поговорим о довольно серьезной теме, а именно о хайпе и о том, откуда же берутся люди, а именно аудитория, откуда она приходит. Ну ладно, возможно, про это не поговорим. Но, в общем-то, мы будем разговаривать с вами про хайп в самом смысле этого слова. И, опять же, я всегда это говорю и сегодня тоже это скажу. Это не туториал, и я не рассказываю вам, как здесь сесть и набрать тысячу подписчиков за час и миллион в месяц. Нет, очевидно, такого не будет, потому что, если бы я знала, у меня бы тоже давно столько бы уже и было. Так вот, дело в том, что вопросы по поводу аудитории всегда одни и те же. Как ты стала такой популярной, или почему я не набираю аудиторию, я же так хорошо рисую, или я веселая, я смешной. И вообще-то это сложный вопрос. Конечно, мне бы хотелось сказать вам очень коротко, типа, ребята, купите таблеточку, выпейте ее, и вы станете на утро популярным. Но, как известно, все это не работает. И что работает, никто не знает. Но есть, конечно же, некоторые условия, которые надо выполнять для того, чтобы набрать хоть какую-то аудиторию. Естественно, я не говорю про многомиллионную или даже многотысячную аудиторию, но та самая стартовая аудитория, это отличное начало, потому что даже не у всех есть каких-нибудь 5000 подписчиков. И я, честно говоря, считаю, что судить художника по количеству подписчиков очень глупо, так что не стоит так делать. Но, тем не менее, хайп. Это, знаете, такое мистическое явление, которое позволяет большинству контент-мейкеров продвигаться вперед. Речь даже не о художниках, вообще буквально обо всем. О ютуберах, о блогерах, о тиктокерах. В общем-то, всех кого-то вы можете сюда впихнуть, впихивайте смело. Так вот, дело в том, что ты никогда не знаешь, что будет популярно в ближайшее время, и можешь просто не успеть. Очень многие художники пытаются словить эту самую волну хайпа и начать рисовать по темам нужным. Но, опять же, это не всегда работает. Вспомните тот же самый Геншин. Вот его самое появление, а именно та волна популярности, которая была. Все художники побыстренько побежали рисовать Геншин, даже те, кто не играл. Почему? Потому что все, все им интересуются. Что по итогу? По итогу у нас артов по Геншину немеренное количество, но, опять же, большинство людей просто игнорируют их. И вот вы можете, конечно, сказать, что это не так, но из-за того, что этих картинок так много, опять же, цепляют только самые-самые лучшие. Какой вывод можно сделать? Ну, наверное, популярными стали только те, кто словил самое начало волны хайпа, и все такие, вау, Геншин, он висит по Геншину, пойду к нему. А все, кто уже опоздал хотя бы на пару недель, уже остались в пролете. Дело в том, что, как я уже сказала, нельзя угадать, что будет популярным и как именно это взорвется. Недавно, по крайней мере, мой тикток заполонили арты одного художника, который перерисовал скриншоты из аниме. По-моему, это был последний Серафим, но я точно не знаю, потому что я не смотрела, опять же, под персонажей Геншина. Будто бы так никто не делал. Ну, в смысле, да, конечно, может быть, потому аниме никто и не делал, но перерисовки под какие-то скриншоты по Геншину, но это настолько частое явление, что... Камон, вы когда-нибудь точно видели хоть один такой перерисованный скриншот? Так почему именно эти арты стали популярными? Ну, вообще-то, никто не знает. Вот-вот и все, вот вам и ответ. Нет, однажды вы резко сделаете что-то, и это что-то станет популярным. Вы даже сами не сможете понять, что именно. Но для того, чтобы это сработало, в первую очередь вы должны делать то, что вам нравится. И не надо вот тут типа, блин, блин, ты говоришь, банальные вещи... Нет, это не банальные вещи. Некоторые люди пытаются делать исключительно то, что на хайпе. Им не нужен этот Геншин, им не нужен этот ТикТок, им вообще ничего из этого не интересно. Но это на хайпе, и они бегут создавать аккаунты в ТикТоке, делать до 3000 видео в день. Но на самом деле это даже не интересно. И как только набирается аудитория, но если столько делать, конечно, она наберется. Они пытаются резко срулить в ту часть, которая им самим, ну, в общем-то, интересна. Но аудитория уходит. Я недавно видела художника, который от скуки в своем арт-паблике начал постить арты других художников. Он их, естественно, подписывал, но сам факт того, что его паблик превратился в паблик с картинками... То есть, да, люди начали подписываться, потому что, блин, этот чел постит картинки, а мне, типа, нужна лента моя в картинках. Я подпишусь, естественно, этот художник продолжал постить картинки. А свои арты тоже выкладывал, но они совершенно не набирали ни лайков, ни просмотров. Там было 10 лайков где-то, при том, что там было около 5000 подписчиков и по 200 лайков на артах. То есть, человек пытался набрать аудиторию, очевидно, не очень правильным способом, и по итогу очень сильно ошибся в этом. И его арты никому не были интересны в его же паблике. Да, это печально, это правда очень грустно, но это совершенно, совершенно неправильно. Не надо так делать. Если вы хотите рисовать по какой-то теме, рисуйте сейчас. Да, даже если эта тема сейчас не популярна, когда-нибудь она будет популярна. Либо вы когда-нибудь сделаете что-то настолько крутое, что людям это понравится, и они к вам придут. Просто держите это в голове, потому что хайп, он так и работает. А без хайпа, на самом деле, очень тяжело раскрутиться. Как бы вам не советовали покупать рекламу и трейдиться и прочее, это поможет набрать стартовую, ну, может, тысячу подписчиков, может, даже меньше. Но дальше, дальше придется работать, придется много работать и делать контент, потому что мы контент-мейкеры, а значит, нам нужно это делать. И на самом деле, ролик про хайп у нас подошел к концу. Это все, что я хотела вам сказать, потому что та ситуация с тем художником мне как раз и подкинула идею. Я надеюсь, что вы все занимаетесь тем, что вам нравится, и не будете повторять таких ошибок. Ну, а с вами была Брис, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, чекнуть ВК, Инстит, Твиттер. И всем большое спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok